И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. Данное видео будет посвящено увеличивающейся степени панических настроений в армянском обществе, включая армян, проживающих на территории Армении. Ну что ж, давайте приступим. Увеличение панических настроений в армянстве сыграло роль не только победа вооруженных сил Азербайджана по осуществлению деоккупации азербайджанских земель, не только демаркация Азербайджана-армянской границы, не только многочисленные победы Азербайджана, даже в наступившем новом году. Нет, дело не только в этом. Но и в чётких, планомеренных высказываниях, которые делает президент Азербайджана. В частности, его заявление касательно того, что он мог бы отправить в район, где проживают армянское население, один военный отряд, и всё было бы решено. Второй момент – это намёк на то, что мы не собираемся уничтожать мирное население. Мы угрожаем, да, угрожаем именно тем армянам, которые находятся на азербайджанских землях с оружием в руках. Это не мирное население. Это та армянская субстанция, которую мы называем уже даже не оккупантами. Оккупантами они были. Сепаратистскими бандформированиями. Не больше. И вот к ним и адресованы высказывания властей Азербайджана и азербайджанцев касательно жёсткого наказания этих личностей за их нахождение с оружием в руках на территории Азербайджана. Только к ним адресованы жесточайшие высказывания. В дальнейшем я приведу вам факты, свидетельствующие о том, что некоторые армяне всё ещё недопонимают, что конец Игрищ уже наступил. Даже в новом году армянство продолжает осуществлять заброску армянских сепаратистских бандформирований на азербайджанскую территорию. Но также я вас ознакомлю в конце данного видео с радостной новостью касательно того, что российские миротворцы стали понимать, тире осознавать всю неправильность их поведения в первое время нахождения этих миротворцев на территории Карабаха. Да, есть кое-какие сведения, которые вас обрадуют. Но давайте продолжим о тех заявлениях президента Азербайджана, которые увеличили панические настроения в армянстве. Во втором своём обращении Ильхам Алиев, тоже за седьмое число, как и предыдущее, за седьмое января, Ильхам Алиев заявил, накажем за провокации. Опять-таки, накажем за провокации. Не за нахождение простых армян на территории. Он даже не говорит об этом. Он говорит, накажем за провокации. Чуть позже вы убедитесь, как армяне стараются перевернуть слова нашего президента. И как армяне стараются перевернуть слова каждого азербайджанского чуть ли не блогера, который жёстко и чётко говорит о несовместимости нахождения армян с оружием на территории, которую Азербайджан освободил. Ну а мы идёмте дальше. Не только просто слова президента пугают армянство, но и совершённые дела. 8 января Джейхун Байрамов заявил, что в Ходжавенде были задержаны 62 армянских диверсанта. Что-то мне не верится, чтобы это были некие заблудившиеся небольшие отряды ещё со времён начала проведения операции деоккупации. Это явно не столь давно заброшенные отряды. И вот касательно них действительно Азербайджан собирается действовать крайне жёстко. Но опять-таки в большинстве случаев президент Азербайджана заявляет, чтобы этих представителей армянства не убивали, а брали в плен. Хотя он мог бы, как президент победившей страны, делать более жёсткие высказывания, чтобы этих незаконные бандформирования уничтожались на месте. Мог, но не стал. И это тоже вызывает панику. Для того, чтобы не выглядеть голословно обвиняющим армянство в увеличивающихся панических настроениях, давайте с вами сейчас перейдёмте к данному моменту. Но вначале ещё кое-что. Последнее предупреждение президента Ильхама Алиева на заметку провокаторам. Это то заявление, которое я всё-таки вам зачту. Пусть Армения не забывает войну. Помните, что железный кулак на месте. Этим визитом должен быть положен конец. Предупреждаем. Это касательно визита МИДа Армении в так называемую, в кавычках, республику Карабах. Предупреждаем, что если вновь будут предприняты такие провокационные шаги, Армения ещё больше пожалеет об этом. Сказал глава государства. По его словам, любые визиты, за исключением визитов представителей Красного Креста в Нагорный Карабах, должны осуществляться только с разрешением Азербайджана. Второе высказывание, которое очень сильно напугало представителей армянства. Министр иностранных дел Армении, кто ты такой, что позволяешь себе ехать туда? Пусть сидит в своей стране. Это наша территория. Весь мир признаёт эту территорию как неотъемлемую часть Азербайджана. Ни один иностранный гражданин не может войти в эту зону без нашего разрешения. Браво! Браво и ещё раз браво! При этом давайте зафиксируем тот момент, что Азербайджан не против пребывания на территории Карабаха Красного Креста. Посмотрите, как чуть позже армяне всё это перевернут. Давайте сейчас к этому и приступим. Первый момент панических настроений связан с тем, что резко-внезапно заболел президент Армении Сарксян. Он подхватил коронавирус. Почему я не верю в данное заболевание, спросите вы меня? Ну, потому что в своё время, так же вовремя заболел и так же быстро излечился от заболевания. Пашинян, во время проведения в России парада Победы, чтобы не посещать его, Пашинян просто заявил о том, что он и его семья больны коронавирусом. Вы все это прекрасно помните. Но это первый момент. Президент Армении боится встречаться с народом, боится неудобных вопросов. Поэтому ему легче сейчас именно подвергнуться, ну, скажем так, посидеть дома, избегая каких-либо встреч. В частности, со своим же народом. Мы же переходим к следующему факту армянских панических настроений. Партия секретаря, вот здесь очень важно, Савбеза Карабаха призвал Москву осудить воинственные заявления Ильхама Алиева. Ну, давайте с вами вначале вдумаемся, кто обратился к Москве. К Москве обратился секретарь Савбеза Карабаха. О каком Савбезе Карабаха может идти речь? А разве в документе капитуляции армянства говорится о некой территориальной, пускай даже условной государственности Карабаха, о его некой статусности? Я что-то не слышал. Может быть, кто-то мне покажет в этом документе о капитуляции армянства, чтобы была написана какая-то статусность Карабаха. Или, может быть, о статусности Карабаха было написано, когда Армения входила в ООН, в СНГ, в ОДКБ и так далее? Вы что-то об этом слышали? Я, например, не слышал, чтобы официально так называемую республику Карабах даже признала Армения. Может быть, кто-то об этом слышал? Я нет. Даже Франция, которая вначале пошла на поводу у армянства, и то в конце отменила так называемое признание так называемой республики Карабах. Паника налицо. Эти заявления свидетельствуют именно о панических настроениях. Но давайте пойдемте еще чуть дальше. Алиев открыто угрожает армянскому народу, амбудсмен Армении. Я уже вам приводил высказывания президента. Ильхама Алиева, президента Азербайджана. Где там хоть есть малейший намек на угрозу армянскому населению? Давайте с вами зачтемте, что говорит так называемая амбудсмен Армении. В речи также говорится об изоляции Карабаха, но здесь почему-то написано по-другому. Здесь написано так, как о Карабахе пишут представители армянства. Непонятно, учитывая, что данный сайт все-таки находится в российском, в России. Его, назовем так, центричность находится в России. И прекращение гуманитарной помощи республике. О какой республике идет речь? И где написано было, что Ильхам против гуманитарной помощи? Ложь на лжи и ложи погоняет. Ведь амбудсмен Армении забыл, что Армения сама не признала так называемое существование так называемой республики Карабах. Так о какой же республике идет речь? Это тоже свидетельствует именно панических настроений после высказывания президента Азербайджана. Посмотрите, как они стараются по-армянски переосмыслить высказанное Ильхамом Алиевым заявление. Но ведь ничего из того, что армянство заявляет, Ильхамом Алиевым высказано не было. Ну а мы с вами продолжим. Не только ужасающее для армянства высказывание президента Ильхама Алиева, не только пленение 62 армянских боевиков вызывает панический страх у армянства, но и ужасающие положения, связанные с границами Армении, а так называемой безопасности Армении, дополнительно увеличивает панические настроения в армянской среде. Но давайте теперь остановимся на этих двух моментах. Границы и безопасность. Начнем с границ. Давайте послушаем этот короткий ролик. Абрамян. Ситуация с границами Армении в позорном состоянии. Сегодня ситуация с границами Армении в позорном состоянии. Об этом на пресс-конференции 6 января заявил бывший советник президента Арцаха Тигран Абрамян. Во-первых, представители власти дают неверные, взаимоисключающие определения по этому поводу. Часть говорит о демаркации. Другие говорят о предварительных каких-то изменениях. В действительности нужно учитывать, что сегодня границы обозначаются так, как требует Азербайджан. К сожалению, власти Армении лишь кивают и подтверждают все требования, констатировал Абрамян. Говоря о деятельности Моармении, Тигран Абрамян сказал, Минобороны заявила, что не будет предоставлять данные о жертвах, раненых, без вести пропавших. Я считаю это очень опасным. Если во время войны публикация могла привести к проблемам, то сейчас эти цифры могут создать опасную ситуацию в плане нашей безопасности. На данный момент не ясно, чем занимается Минобороны, до сих пор у министра даже заместителя нет. Невооруженным глазом заметно, что МО свою функцию не выполняет, отметил Абрамян. Абрамян, ситуация с границами Армении в позорном состоянии. Давайте я на этом остановлю и сейчас объясню почему. Значит, так называемый Абрамян, Тигрен Абрамян, говорит, я даже не буду говорить, что он является якобы каким-то чиновником, какой-то, в кавычках, республики Карабах. Я не буду на этом как-то останавливать ваше внимание. Меня интересует другой момент. Он говорит, что под диктовку Азербайджана, это что, под диктовку Азербайджана ООН признавала границы Азербайджана и Армении. Неужели мы уже курируем такой структурой, как ООН? Тогда мы действительно самые великие в мире. Простите, но это смешно. Если это было бы так, то мы вернули бы себе все территории, которые были когда-либо у Азербайджана. Но мы не курируем такой организации, как ООН. Мы небольшое государство, и мы не строим из себя неких всесильных героев, как это делает армянство, тире Армения. Мы прекрасно знаем свое место в мировой политике. Прекрасно понимаем, на что мы можем надеяться, а какие высоты для нас недостижимы. И это понятно. Я еще раз говорю, неужели мы курируем такой организации международной, как ООН? Это вопрос к армянству и к таким горе-экспертам. Но в развалинах по мнению армянства находится не только граница. Хотя, я опять говорю, наоборот, границы будут восстановлены. То есть, в этом отношении Армения будет более защищенной, чем была, когда бы то ни было. Но в разрушенном состоянии находится и безопасность Армении. Хотя, когда безопасность Армении была сильна, во времена Кочаряна, Сержа-Сарксяна, она медленно разваливалась. А до конца развалилась, когда Россия перестала контролировать армянские службы безопасности. Ну, вот и все. Вы, представители армянства, плюнули в тот колодец, откуда пьете воду. Я бы сказал, даже бы более жестко, не плюнули. Не буду уточнять, что именно вы сделали. Пускай каждый догадывается в меру своей испорченности, что вы могли сделать. И чего Россия вам никогда не простит. Тем более, она не простит гибель своих ребят, которые погибали, чтобы осуществить вашу же идею о Великой Армении, об оккупации Карабаха. А через некоторое время эти же самые русские услышали, как вы стали заявлять о том, что вы сами оккупировали Карабах без русского солдата. Вы думаете, это Россия простит? Это простят родители тех молодых парней, которые погибли за вашу ту идею. Неужели они простят? Неужели вы на это еще надеетесь? Это не прощается, когда плюют на могилы. Ну, а мы с вами продолжим. За моей спиной, территория армии. Для того, чтобы поставить основную точку в основной теме, армянских панических настроений, я хочу, чтобы вы сейчас услышали заявление азербайджанского воина, сына Азербайджана, человека с большой буквы, потому что в его заявлении все это видно. Благородство. Истинное благородство офицера. Послушайте. Многие из вас видели этот ролик. Но давайте еще раз выслушаем заявление данного азербайджанского воина. За моей спиной, территория Армении. Вам решат, как мы будем дальше жить. На этой земле, наконец-то, я думаю, наступил мир. Каждый цивилизованный человек, если ты называешь себя цивилизованным человеком, должен призывать людей к миру. Вот этого не делал. Ты всячески сел вражду. У меня нет такого права называть весь армянский народ нечистью. Я цивилизованный человек. Но оккупант, который силой пришел на мою землю, для меня нечисть. Ас-салам алейкум, друзья. К сожалению, в сети интернет очень много людей, которые хотят зла. Людей, возможно, психически нездоровых. Один из таких персонажей, довольно известный в Ютубе, армянский пропагандист. Самое интересное, что он вырос в столице Азербайджана, в городе Баку. Но на протяжении уже почти, наверное, 80 лет он показывает азербайджанский народ в очень плохом свете. Провоцирует, призывает армянский народ со всего мира убивать азербайджанский. Прямо в открытую говорит, убивайте азербайджанцев. Самое интересное, где он живет? Наверное, в Ереване, скажете вы. Нет. Этот товарищ живет в Соединенных Штатах. А это азербайджанский военный, который четко и ясно ответил этому армянскому провокатору. Всем доброго дня. Всех приветствую отсюда со священной земли Зангелана, со священной земли Карабаха, с исторической земли Азербайджана. Отдельный привет отсюда, так называемый привет. Хочу передать нашему давнишнему оппоненту Владимиру Арутюнову, ведущему блога Антитопор. Владим, на протяжении нескольких лет ты внес разную колесицу, рассказывал сказки, всячески поливал грязью наш народ и нашу страну. Называл себя солдатом информационной войны, хотя сам родился в Баку. По крайней мере ты сам так говорил. Я обычный военнослужащий вооруженных селах Азербайджана. Я сейчас здесь на своей земле. Это наша земля. Я несколько раз писал комментарии по твоими роликами, но они почему-то всегда удалялись. Нельзя бы ты выставлял нас как, не знаю, баранов, разбойников, кочевников. Нет, это не так. Вы сами лучше задумайтесь над своей историей. Перестаньте нести всякую околесицу. Эта земля, вот эта земля, каждая травинка, небо над этой землей, наше, исторически наше, была наша, есть наша и будет наша. Что бы вы там ни говорили, вы будете говорить это для себя. На этой земле наконец-то, я думаю, наступил мир. Владим, каждый цивилизованный человек, если ты называешь себя цивилизованным человеком, должен призывать людей к миру. На этом я, пожалуй, остановлю. В общем-то, все сказано. И, наверное, даже эти слова вызовут в армянстве панику. Неспроста под этим видео 16 тысяч с одной стороны лайков, с другой стороны 452 дизлайка. паника. Паника. И еще раз паника. Что же еще хотелось сказать? Да, к вашему вниманию хотел бы предоставить одну статью, ну, кто за... и видео прикреплено к ней, но дело не в этом. Помните, в данном видео, в начале я говорил о том, что собираюсь вам сообщить крайне радостную новость касательно того, что российские миротворцы стали понимать ошибочность своих первоначальных действий. В частности, по Кельбаджару касательно монастыря Худавенг, куда не допускались представители Азербайджана. Сейчас возле Худавенга находится азербайджанский пост. Я ничего не буду больше говорить. Давайте просто посмотрим короткий ролик. Единственное, что я заранее со всеми с вами попрощаюсь до следующих встреч на своем канале. Ну, а вам приятного просмотра. И это действительно радостная новость, дорогие друзья, облеченная в форме видеофакта. А теперь приятного просмотра. Худавенга наш Азербайджанский. 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 Все-таки напоследок я хотел бы сказать несколько слов. Прежде всего поздравить наших удин, а также поздравить весь азербайджанский народ, так как возвращение данного храма, мы рады не меньше, чем возвращение наших мечетей. Это наша история. Это часть нас. Всем до свидания. Всем до свидания.